всем доброго времени суток уважаемые зрители а также гости моего канала и все сразу же поняли что на фоне этого ковра этих подушек и этого дивана речь пойдет конечно обзор про спиннинги речь пойдет про спиннинги обычно когда ко мне люди заходят в гости они видят этот диван видит этот ковер и все таки вау это то самое место где происходят обзоры про спиннинги но это шуточки прибаудочки сейчас я вам не знаю даже как начать но как-нибудь буду начинать я соответственно к своим видео никогда не готовлюсь все идет по ходу пьесы речь пойдет о спиннинге духу называется он спирит ну что такое спирит если в переводе дословно с английского это типа как дух вот именно дословно переводится дух ну дух чего это непонятно конечно для меня то есть дух это все такое относительное я думаю дух именно как бы сказать что-то связанное с рыбалкой вот этого духовность рыболовная да там или там что-то такое рыболовный дух или как там не знаю как позиционировать но звучит очень красиво спирит в данном случае у меня модель длиной 230 два колена тест его от 3 до 15 грамм и если взять разрубную нагрузку шнура применяемую для этого спиннинга в либрах это 2 до 8 либер сейчас вам еще подробненько все расскажу в этим спиннингом уже провели два таких спиннинга у меня и у моего друга андрея тот который в немецкой каске еще в танке с запаянными люками все его знают короче вот у него такой спиннинг только у нас с от 4 до 18 а у меня как бы от 3 до 15 мы провели около четырех рыбалок уже такой грязненький чехольчик и действительно есть что глубочайше про него рассказать ну давайте начнем традиционно уважаемые с чехла вот чехол есть такой хрустящий плотный сделан карман таким как бы сказать на липушку такой вот клапан и два деления две секции не пополам да как обычно раньше делали а так вот как бы друг над дружкой да вот давайте вам покажу чтобы это было видно по качеству чехол очень качественные если уж чем-то сравнить что было моих руках это напоминает график лидер кира прототип там примерно такого же качества чехольчик давайте достанем эту игрушку самое что интересно я думаю когда я буду снимать это видео не будет много о чем рассказать про этот спиннинг но когда я уже достаю из чехла после четырех рыбалок не просто четырех рыбалок а сногсшибательных четырех рыбалок то в душе какая-то такая ощущение такое думаю не просядок что про него говорить если он просто классно как всегда видим зажим верни стык вот этот вода двух колен можно с двумя пальчиками стыковать трясти с ударом кистью облокоть видите слышен только свист слышен только свист и никакого лязгания ударов что в стыке что-то стучит соответственно нету также это все можно двумя пальчиками растыковать и никаких проблем это я сразу же хочу отметить стыковое соединение ну давайте посмотрим как оформлен сам спиннинг вот такая вот ручка из его да как люди модно любят говорят из его яда сверху такая гайка которая закручивает катушка держатель сделана она вот с такой анатомической особенностью да видите чтоб сюда под руку как раз вставала вот но ручка такая коротковата если держать то видите она даже до конца локтя и не доходит вот само название спирит вот все его характеристики как я говорил длина 230 тест 315 и шнур применяемый от 2 до 8 либеров ну и тут конечно написано майдан конь коней корея там туда-сюда fuji к джуд н титаниум наш файбр вот а думаю все надписи должно быть видно вот такой вот интересный скромный дизайн спиннинга бланк покрыт таким как бы сказать как таким черноватым с белым металликом видите такой как отдает белым металликом вкрапления такой очень красивый бланк вот кольца как мы сейчас посмотрели fuji настоящая безо всяких этих модные как их называются антре захлёстная хотя в принципе я как бы сказать лично не парюсь какие они там изгибы анти захлёстная не анти захлёстная потому что по факту для меня это неинтересно и я не видел никогда что будут за эти вот кольца да за первое которое будут купушка держатели чтобы за них перехлёстывал обычно перехлёстываться за тюльпаны за второе кольцо чаще всего а так как они такие маленькие да и тут уже грубо говоря этих изгибов да так как как таковых обводов их уже толком и не видно так что принципиально какой они там форму будут эти обводы на практике не имеет уже никакого значения по крайней мере для меня ну так устроим второе колено если посмотреть что спиннинг потолшинение тоненький не тонкостенный видите вот такой же противо анти захлёстный тюльпан я думаю всем все видно да сделано ну что сказать по качеству когда берешь его в руки соответственно да ничего такого замысловатого нету но по качеству никаких тоже претензий нету очень хорошая сверху покрытие такое черное скраплением таких маленьких зернышек серебряного цвета такой черный серебряным таким металликом спиннинг у меня уже видите грязный одета такая сеточка black hole spirit написано все как бы очень-очень солидно сделано и если посмотреть качеству прикручивания вернее при намотке колец до присмотреться ну конечно никаких вопросов не возникает так ну что хочу я сказать наверное оглашу цену цена этого спиннинга две тысячи но вернее 9300 рублей то есть около 10 рублей да то есть спиннинг уже выходит за грань бюджетных да и в принципе 9300 рублей такая цена как бы уже достаточно взрослая по сегодняшним дням ну и что хочу сказать действительно спиннинг оправдывает вот эту ценовую категорию вот как позиционирует его зовут изготовитель до фирма этот спиннинг они его позиционируют они как бы хотели сделать спиннинг универсальный с выдающимися с выдающимися характеристиками ну если честно сказать я думаю у них получилось то есть они рассчитывают чтобы этот спиннинг был универсальный и работал работал на всем на чем можно да но вот именно я его пробовал именно на горной рыбалке мы были четыре рыбалки с андреем мы этими спиннингами рыбачили пробовали выводить всяко-разно и я скажу допускали очень такие ошибки преднамеренно до делали как бы сказать превышение угла атаки до когда доставали больших рыбин с лодки до работа мы с андреем без подсака были такие моменты что спиннинг уводился как бы за голову да вот видите угол за голову соответственно кончик он уже с превышением угла атаки он должен сломаться когда доставали и я видел со стороны как это делал андрей как загибался кончик но я думал ну все это последние секунды жизни этого эспирита в итоге по факту на таких жестких условиях сломать мы эти спиннинги не смогли вот это меня поразило от этого я вам показывал что стеночки достаточно толстая да у спиннинга то есть все вот эти вот краш тесты все наши исполнения с большими рыбами как он гнулся соответственно мы не смогли эти спиннинги сломать и наверное это самое главное за эти десять тысяч дамбу говорят за 9 300 что эту палку реально чтобы ее сломать нужно дофига делов реально дофига делов с той рыбой которая водится в западном регионе мне кажется наверное это но действительно практически нереально сломать почему я это так уверенно говорю потому что такой же спиннинг еще есть у моих друзей они рыбачат на амуре правда там ты спиннинга до 32 или 34 грамм по моему но что такое там посмотрите а там их не таблицы да какие есть тесты ну там такой самый такой большой по моему до 34 или до 32 грамм спиннинг спирит по моему длиной 270 они на него вытаскивали сама то ли в районе 15 то ли там 14 или 16 килограмм то есть вытаскивали сама и вытаскивали вниз берега стояли типа мне как рассказывали на какой-то там пароме на каком-то там обрывистом таком этом что говорит так даже не поднять берег вытаскивали этого сама большого и думали что тоже спиннинг вот 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 на грани на грани на грани но спиннинг абсолютно справился спокойно потом мы с ними общались игры я тоже на него вытаскивал достаточно крупных рыб уже за 4 рыбалки и говорю сломать его реально дофига делов ребята подтвердили действительно даже сон на в районе 15 и 16 килограмм тоже не произвел ничего такого существенного чтобы мог сломать такой спиннинг правда тестом побольше так что хочу сказать особенность про этот спиннинг особенностью самой такой характерной для этого спиннинга является это его коротенькая вот это вот коротенькая его ручка да вот если и так взять то видите она не доходит даже до локтя но в этом же плане есть и другая особенность если кто-то будет гореть что тут не хватит вот этого упора тут кстати спиннинг который был у ребят с тестом там за 30 грамм да где на которую они ловили сама там ручка как раз именно по длине то что спиннинг сам длиной 270 как раз практически по локоть но вот этого 315 как раз с такой ручкой хватает то есть так как спиннинг сделан универсальным он сделан чтобы эта ручка не мешала вам не зацеплялась небо не за одежду если вы в лодке да если вы делаете твичин какой-то чтобы было удобно и вот за счет этой корочкой ручки ручки удлинен сам бланк да обычно делают если длинная ручка да то миру длину там спиннинг 230 а ручка допустим у 10 все еще ручка и длина самого бланка она как бы короче здесь как бы сделана меньше ручка но именно длина живого бланка который именно сам работе он намного длиннее что это дает это соответственно дает очень хороший отличный заброс сразу же а так как спиннинг универсальный то у него вот эта хрёсткость такая есть как бы сказать он он реально как бы сказать медленно быстрый вот такой если взять строй понятия быстрый тур это самый медленный из быстрых строев на грани уже как бы сказать уже не быстрого я тут конечно интересно выразился ну кто поймет тут поймет да я уже сейчас не хочу вдаваться эти все нюансы спиннинг универсальный это как было все понятно вот и соответственно дает длинный бланк что хорошо работать при уваживании крупного хищника за счет коротенькой ручки вот ребята тоже сама тащили грит вяжет его грит по полной программе я тоже столкнулся что вязание рыбы очень-очень отлично он уходит сразу в дугу в параболу и сразу начинает вязать рыбу соответственно сходов на нем никаких практически нету а так как бланк достаточно длинноватый за счет укороченные ручки да то есть рабочая площадь бланка как бы сказать длина его увеличена да из-за этого то соответственно дает хороший заброс и ребята тоже которые рыбачили на амуре а им нужен длинный береговой заброс там для ловы верхогляда там и всякого и другой рыбы то говорят спиннинг свои метры нужно надо в пределах до 100 метров где нужно доставать рыбу он кидает и кидает очень даже хорошо от этого сразу же могу сказать что по дальности заброса он удовлетворит любого пользователя и потому как этот спиннинг отлично вяжет рыбу я думаю это тоже удовлетворит любого пользователя вот ну давайте проверим какой его вес с длиной 230 весом 3 от 3 до 15 грамм у меня здесь есть весы и мы сейчас это все взвешиваем так 110 грамм 111 111 еще раз и тоже 111 4 замера из них показала три раза 111 вот три однёрки то есть 111 грамм хороший вес для такой палочки за такие деньги сами понимаете это конечно многие скажут да можно взять и легче конечно наше время все можно взять и легче и дешевле но я сразу же скажу нужно учесть один момент толщина стенок там конечно за эти деньги будет достигнута лёгкость бланка не из-за высококачественного материала дашь он будет легче а именно толщиной стенок соответственно нагрузки он таких уже держать не будет от этого 111 грамм хороший такой вес который сильно никого не напрягает и в то же время спиннинг делает очень как бы сказать прочным до при уваживании рыбы ну а вот с этим медленно быстрым строем или как бы медленно или быстро медленным строем да он конечно уходит в разряд универсальных это даже бесспорно и я бы сказал даже лососёвых от этого я и выбрал этот спиннинг и честно скажу именно для ловли таких вот небольших лососёвых рыб ну скажем так в районе до наверное восьми килограмм да ну даже вот этот спиннинг именно 3.15 он с рыбой до пяти шести килограмм справляется просто классно лососёвыми и сколько я держал спиннингов и сколько я ловил вот этих вот самых ленков что и мешать да вот этих вот рыб лососёвых пород я бы вам честно скажу вот это вот один из самых лучших спиннингов для ловли на горной реке на именно на горных реках дальнего востока с местными обитателями вот этих вот хищных рыб это действительно для этих целей классный спиннинг и все остальные рыбалки в этом сезоне я конечно буду продолжать с ним потому что он дарит самую такую радость ну и что хочу сказать конечно же из этих четырех рыбалок есть у меня уважаемые зрители видео по этому спиннингу как он работает чтобы как всегда быть неголословным и постараться чуть чуть ответить за свои слова давайте уважаемым посмотрим это ярко интересное видео как этот спиннинг борется с хорошим мощным сильным ленком и посмотрим его до конца что будет вытворять этот ленок что подтверждает что это сильная рыба очень достойная рыба этого спиннинга и как этот спиннинг достойно с ним справляется смотрим видео уважаемые ну вот мы еще раз поднялись по месту опять первый заброс легкий твичинг и опять ух ты хорош кабанчик вот спирит работает видите как хорошо хороший спиннинг короткая ручка очень удобно для твичинга ну и вот такие вот очень хорошие большие ленки с нами оставайтесь на нашем канале я еще не знаю что будет дальше но вот он вот он вот он где подводная камера оба но я его вижу конечно камера без поле я ее в полярационных очках наблюдаю но ну давайте андрюха говорит пристать берегу показать зрителям во всей красе заодно продемонстрируем возможности лодки с тоннелем как она заходит на берег а оба снова то нашли ног лодка заскочила хорошо работает фрикцион мы его будем сейчас подтягивать красавца идти мне к нему не охота тянет тянет фрикцион чик ну в таких случаях главное сильно не торопиться поработать на удержание с нами блоков спирит воблер и тумачи все как всегда сейчас он чуть-чуть под угомониться мы его забодаем потому что шнур очень тонкий вчера у нас уже были прецеденты как я говорю два обрыва шнура у меня и у андрея от этого мы сейчас уже представляем чем это может все закончиться да может закончиться все вот длиночек становится позговорчивее весом весом давит больше да нет конечно опять попер 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 ну давай давай уже подходи да это уже осень да они нагулялись конечно они сильные 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 конечно вот он что делает что тут говорить видите идет с каким превышением атаки спиннинг я в нем уже уверен на него уже поймана не одна сотня линков прежде чем снять видео про него и про лодку мы уже это все ай 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 мы уже это все опробовали и уже зрителям показываем уже как есть по факту ну давай угомоняйся уже для линка то ты уже долго тут работаешь вот это да хороший хороший линь как тебе андрюша красавчик 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 на губе вот это да да за счет этого так вот давай я тебя маленький поглажу ой красивенький красивенький ты мой вот видишь всего даже уже и брать не надо если все очень грамотно работать вот можно его погладить маленького он ручной практически мы его уже приручили хороший линь ну в руку его конечно не обхватываться вот тело как сапог видите сколько веса я сейчас не могу сказать я думаю наверное четверка меньше три с половиной гарантированно спорить не будем да то что за трешку это точно это все чуть что упор снимаешь вот смотри как он задом раз побежал что похватить не можешь конечно пальцы короткие опа видели как он полежал и опять сиганул да это 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 не реально было так силища конечно в нем пипец очень сильный ну вот я думаю все посмотрели видео всем понравилось все посмотрели как у рыбы есть задний ход как ленок с камней сползает задним ходом до хвостом и опять уходит маленько передохнув дело еще раз рывок то есть что тут говорить достойная рыба достойный спиннинг как он с ним справлялся и за эти четыре рыбалки на нем поймана я даже даже я не считал сколько рыб но кстати видео у меня вышло накануне где я там назвал это видео как поймать линка до секрета от таймени вот в этом вот видео да где я вам показывал как поймать линка вот именно принимал участие вот этот самый спиннинг да ну и приманка была воблер будет ума чип да в тот момент катушка была стрела то есть если кому интересно вот на этом видео принимали участие вот именно эти снасти да ну и традиционно давайте посмотрим какой же баланс вот данный момент у меня будет давать артейт 2 500r а то сейчас возьму стрелу опять скажут стелла у меня мозг взорвался тут что только не подумать да ну а чтобы маленько разнообразить я взял дайву циркейт сейчас конечно можно предположить что вот из-за такой коротенькой ручечки да будет как бы сказать плоховатый балансик да вот ну если короче разобраться да то вот мы видим что баланс как бы сказать на кончике вот этого гайки которая закручивать ну так как она очень короткая да мы сами видим на самом краю сид но на самом деле баран баланс очень хороший почему потому что если взять относительно бортика шпули и относительно пальца ну тут реально наверно сантиметра 2 может полтора вот бортик шпули до сантиметра полтора видим уверенно висит видите даже качается все очень очень четко вот вот у той палочки которая подлиннее с тестом за 30 грамм по моему 32 или 34 и длиной 270 там по моему баланс даже по моему еще даже как бы чуть-чуть получше да вот кто в принципе здесь вот как бы в это палка балансируется но вес катушки это 270 грамм я вам сразу же да как бы говорил на скидочку на 270 грамм бешнура по-моему из этой катушки но в принципе я скажу катушки с весом 250 грамм в районе 250 грамм будет неплохо балансироваться с этой палочкой самое главное не та катушка которая нам висит а именно вес катушки которые балансируют как бы сказать этот инструмент можно характеризовать в среднем 250 грамм будет балансировать неплохо этот инструмент по факту вот я рыбачил стрелать там по моему 245 грамм вес это ну как раз в районе 250 и я не чувствовал никакой нагрузки не на кисть и не напрягло меня что и коротенькая как бы рукоятка да так как длинный и очень хорошо загибается как мы видели только что видео как я вытаскиваю линка да то бланк очень хорошо отыграть видеть он даже 10 минут смотрите вот даже гнется в начале вот даже не второе колено а прям в комлях видите как он изгибается смотрите ведь он даже изгиб и меткам в комле то есть он прям вяжет и нагрузка уходит до комля и очень очень неплохо работают ну традиционно что еще осталось показать давайте попробуем в камеру вам его как бы сказать сделаю кистевой удар по локтю мы посмотрим как он гнется я на видео постараюсь это замедлить не знаю насколько это будет полезно давайте посмотрим на дому всем очень четко было видно что спиннинг изгибается ближе к самому стыку да скажем так и и очень сильно загибается это что говорит что очень большая вот посылостость хлесткость да и в то же время вот эта дальность заброса вот очень хорошая и конечно он будет вязать трибуна вываживания вот действительно у фирмы дух он получилось сделать спиннинг за сумму 9300 рублей универсальный с выдающимися характеристиками именно в моем понимании джигом я не пробовал от этого не могу четко сказать как он будет работать на джиге но на воблерах с легким твичем до воблеры скажем тогда блесны вертушки колебалки да это все работает действительно как надо никаких проблем нету вот единственное что я честно скажу положа руку на сердце уважаемая не пробовал этот спиннинг с джигом и не знаю как он будет работать джигом неплохая чувствительность неплохой спиннинг очень универсальный от этого для ловли на быстром течении быстрых шустрых хищников я конечно могу сказать это самое то знаете как бы сказать денежки вот так этот спиннинг выглядит вот а мое видео уважаемое подходит к концу всем кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео с вашими друзьями до свидания до новых встреч